Увидимся на трёхдневном марафоне Знание первое, который пройдёт с 4 по 6 ноября на ВДНХ Обязательно регистрируйтесь на сайте российского общества знания Чтобы получить свой бесплатный билет Обязательно станете участником этого масштабного мероприятия Сегодня в ролике мы отправимся в необычное путешествие Уже вами полюбившейся командой Best Friends Я, Нютик, Габар, Никито, Санёчек, Настюрик И наш бесстрашный оператор Димарик Мы едем туда, куда невозможно добраться на поезде Туда, где в 2003 году было землетрясение в 9 баллов Туда, где минимальная температура воздуха может достигать аж минус 62 градуса А ещё здесь около 13 тысяч озёр Из них 3000 солёных Мы поедем по дороге, которая входит в 5 красивейших трасс мира Её называют Дорогой жизни и смерти А длина составляет почти одну тысячу километров Это невероятно красивый Алтай Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра Раз, два, три, Best Friends Это красота Ребят, а это реально опасная игра Это стремя на этой съёмочке, пересъёмочке Какой-то вон их люди тоже могут тестовать Хочется просто нажать на паузу И чтобы это время никогда не заканчивалось, правда И хочется, чтобы вы поставили новый рекорд Абсолютно под любым видосом Этот будет видос Вы поставите 600 тысяч лайков Мы снимем реально частный самолёт Ты включил только что ролик, который обязательно поднимет тебе настроение Потому что Best Friends продолжает своё путешествие И сегодня есть одно из самых главных правил Мы находимся в Москве Аэропорт Домодедово И мои друзья не знают, куда они летят И что будут делать Ребята, Best Friends Что за взрыв, ребят? Что за взрыв? Ребят, вы не знаете, кто это Мальдивы Мальдивы Сочи Не-не, ребят, я бы сказал русские паспорта Русские паспорта Там холодно и есть баня Я им реально сказал взять только пуховики, купальники и плавки Может, просто пойдут к стойке и дадут свои паспорта и узнают? Давай, давай Погнали, погнали Я собрал тёплые вещи Смотрите, как я аккуратно всё сложил Я считаю, что я просто идеальный человек уже У меня настолько прохаванный вообще скилл в туризме Мне кажется, нужно скоро реально гайд писать о том, как собирать правильно вещи Всем здрасте, пришло время собираться на путешествие Я вот тут вот собрал вещички Технику свою, камеру Пошёл четвёртый час сборов к Best Friends Trip Кто у нас здесь? У нас, значит, есть плавки, худи, куртки Мне кажется, мы едем в какое-нибудь холодное место, где будет бассейн на улице Ребят, мои сборы Естественно, толстовка Best Friends, тёплые носки, шапка, трусы, две пары носков Футболка Best Friends и пару футбола Готов выдвигаться в неизвестность Погнали! Мы просто ребятам приготовили сюрприз И когда они дадут сейчас паспорта, вы можете сказать в финальную точку, куда они летят? Хорошо? Они просто не знают твоей нить В горный Алтаяс, через Новосибирск В Алтай? Чуваки, чуваки! Ониist думают знать, куда летят грязь Вы даже не представляете Вы же понимаете, что в Сочи была поездка на доме на колёсах? Да Так вот, я вам одну подсказку, там Алтай мы практически весь объедем слышите, место, которое мы едем, входит официально в топ-5 красивейших значимых точек по National Geographic то есть в мире это входит в топ-5 мест ребят, вы не представляете, какой план, план расписан просто у меня на лист АЧ ребят, я вам скажу, что в моменте мы еще приблизимся к другой стране давай, иди сюда, Никитос ручки, ручки, надо обязательно сейчас раз, два, три, Бест Френдс ребят, что вы знаете об испанском стаде? давайте навалим клюша это начало путешествия Бест Френдса ребят, нас ждет 3 дня бешеного трипа по одному из самых красивых мест в мире но, как мы с Бест Френдс летели 4 с половиной часа огурцы смотрите, какие огурцы это было очень жесткое морские огурцы доброе утро ребят, это так как мы сели, потому что у меня внутриселепное давление я просто в аду летел но хочется сказать, мы пролетели 4 с половиной часа мы в Адреве, селы, мы в Новосибирске пересадка 2 с половиной часа и еще останется сейчас час полета до горноалтайска откуда начнется основное приключение как бы радится, уже 4 часа погода топ! вот сейчас, знаете, что было бы неожиданно? мы просто сейчас выходим и там стоит наш крузак вот так вы реально сейчас все охерели итак, сразу предупреждаю мы это нашли в ТикТоке что вы увидите, сейчас ТикТоки нашли в ТикТоке полная готовность прямо сейчас Леша интригует нас чем-то просто небывалым он думает, что меня вообще можно удивить но, ребят, я прекрасно знаю, что мы поедем сейчас по Алтаю на Волках господи, я уже радуюсь тому, как же тут красиво господи, больно но она больше, чем я думал да, я так и думал подожди, вот это оно? а что это? а что это? а что это? ё-моё! здравствуйте как вам прикольно, здравствуйте, выглядит я Настя здравствуйте здравствуйте здравствуйте, девушки этот автодом создан на базе КамАЗа с автономным обогревателем на 2 кВт даже в зимнее время водитель может комфортно там спать как он огромный, чуваки вот это дом так дом а тут печь даже есть ахеренно я могу стоять здесь по весь росту контраст с обычным домом на колесах просто х** меня зовут Абросимов Артём я коренной житель Алтая это мой дом, моя родина и малая, и большая КамАЗ это тот автомобиль, автодом, который сделан под заказ группа из двух человек ну пара, да, там, может прожить месяц он оборудован как генератором, солнечными панелями и ещё энергией самого двигателя красиво будет однозначно только за сегодняшний день вы увидите несколько природных комплексов ну то есть от Альп до пустыни вот это всё только за один день скажите, а мы приехали прямо в ту пору, которая самая крутая или нет? самая крутая, ну разноцветия разноцветия, когда туристический сезон уже сошёл, а вся красота вот как раз осталась вот это дом на колёсах, я понимаю всё управление домом это усилитель мобильного сигнала в дороге вам очень поможет связь, когда плохая, он здорово помогает усиливать сигнал вот это уровень вот это уровень он ролик сможет? да, может best friends таки сожжутки мы, во-первых, не за рулём больше нас категории просто нет я могу поедать прикольно, что мы высоко ещё очень находимся как будто на втором этаже типа едем ребят, мы ждём 600 лайков абсолютно под любым роликом, чтобы снять реальный самолёт поэтому ставьте лайки тогда мы на поезде поедем лайки собраны, люди ждут мы хотим, чтобы снегурочкой Дед Морозовым мы были и раздавали всем конфеты и подарки мы хотим, когда снег выпадет ребят, я вам больше скажу best friends отправится точно в Антарктиву ух, как я отлично потренировался так, сейчас быстренько в душ потом собираемся на съёмки сегодня у нас две интеграции после этого ещё, по-моему, у меня две встречи практически нет дел считай выходной Лёша, откуда у тебя столько энергии? я проснулся в 10, я уже устал а у тебя съёмка за съёмкой встреча за встречей и потом ещё снимать а ты вон такой энергичный это даже немножко раздражает вот кстати говоря, ты бы тоже мог спокойно вести такой образ жизни если бы элементарно не начинал свой день с вредной еды ой, вот прям во вредной еде всё дело Алик, чтобы было здоровое тело и самое главное было очень много энергии нужно есть и пить полезные вещи например, такие как вода Шамбала Шамбала это природная минеральная вода высшей категории насыщена ионами серебра и селена она может быть полезна для поддержания общего здоровья иммунной системы и нормальной кислотности желудочно-кишечного тракта а ещё эта вода перед разливом обязательно проходит очистку от механической примеси я считаю, что это очень важно в общем, у этой воды только одни плюсы если что, ты можешь сам купить воду Шамбала абсолютно в любом супермаркете или заказать у них на официальном сайте а я и куплю ну и у тебя пару бутылочку возьму ссылка на воду Шамбала будет в описании под этим роликом да, эти места впечатляют каждый раз что-то открываешь новое в данный момент это уже больше вот как бы работа это собирает твоё внимание но не мешает наслаждаться красотами этого края точка нашего старта это всё правильно столица Республики Алтай это город Горноалтайск единственный город в нашей Республике больше городов нет мы идём на юго-восток в сторону границы с Монголией это бывший северный шёлковый путь Дагобар ребята, это человек праздник человек наш реально эндорфиновая таблетка HDMI-ка это виски с колой праздник руки вверх крошка моя это всё он амбассадор кайфа это Нютик у нас она ответственна за фотографии столярик ни за что не ответственный прямо сейчас мы будем есть хариус это уже броньё же не знаю мясо морала он закрыт а ну ладно, да не будем я думаю, сколько мы заплатили за то, что мы едим все нет ты 200 я хотел сказать 3 200 клянусь тебе 10 тысяч сколько? 10 тысяч грязные 4 450 ну я считаю это нор на семерых это с царской шурмой давайте учтём, что это ещё дико курортное место и ещё ребят, давайте учтём, сейчас обязательно выставляем оценочки потому что мы естественно информативный ролик делаем не просто смеёмся там да за 4 500 мы 7 человек взяли первое, второе и щели попить на фирка взяга на бомба на воде нам нет такого у нас, к сожалению, в Москве чтобы было настолько дёшево и вкусно так, ребят, подача мне нравится мне нравится мне нравится так, внешний вид выглядит супер и маслины, и оливочки много лука топ идеальный грешный салф следующее блюдо суп слабше, чем шауха но цена как бы в 2 раза меньше это очень вкусно ну ты знаешь, как домашняя пицца, как мама их делала быстренько уставляем оценочки ну 9 из 10 8 половин у меня чирик чирик? у меня 8 Сезар тяжело испортит 10 9 9 средний рейтинг грильницы 8,2 я посчитал быстро в уме 7 человек я *** я *** ребят, сыр для жарки и гриля давай, бери сыр закасали где? ты *** умер подожди ты *** закасали сыр умер ребят, это еще только начало Чуйского тракта скоро начнется вообще дикая природа мы сейчас немножко поспим потому что мы только с самолета часочек буквально я так рад, что Леша принял это решение потому что на самом деле потому что я думал мы ночью не спали я думал, что сейчас все что такое а теперь делаем контент играем в Элиас сейчас мы спим час мы спим пожалуйста мы спим ребят, это самая высокая точка на Чуйском тракте Семенский перевал они у кого уши не закладывают? да ну, высота здесь полторы тысячи метров да, здесь усыкниф 200 лет всего, как Алтай вошел в состав России, прикинь если мы уж про интересный факт эту дорогу вот этот Чуйский тракт сам стали строить как раз когда Алтай присадился к России до этого здесь была просто горная тропа просто небольшая еще эту дорогу называли дорога жизни и смерти потому что здесь гибло очень много путешественников потому что дорога была очень узкая и люди не могли разъехаться длин а бар может испортить просто живую я ничего не говорил, вообще Битва за желание. Проигравший выбивает две стопки вискаря. На Стюрик полетела. Я как будто бы уже как-то смирилась с этой игрой, и я... Уна! Ой, п***а! Ребят, у меня та карта. Все поздравили, Леша! Ура! 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 Цифра, цифра! Я думал, вы не заметите, суки! Ребята, если вы хотите поругаться с друзьями, сыграйте с ними Уна. Вышла Уна! Вышла Уна-Уна! Ура! Что там? Уна, б***ь! Б***ь! Не очень крепкий кипятец. Давай! Нютик! Красный Уна! Я сказала первое! Нет, я не договорюсь вам. Почему? Я даже не делал промежуток. Я сказал, красный Уна, б***ь! Это не Леша, который нах... Давай! Кто с тобой? Б***ь! 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 Мясо! А знаешь, по литературе есть такое слово, кульминация. Возможно, это она. Очень жаль, что я это делаю одна. И мне приходится это делать, потому что это мерзкая, невкусная... Что это? Жиза! В любом нормальной. Броната, у неё есть яйца, я тебе скажу. Это бывало, бывало! Броната, ты не заметила? Она только делает вид, что ей тяжело. К*****о! Она не заметила! Там уже все переварилось давно. Три, два, один. Уна! Пошел! Арах, п***ь, она вообще красотка! Меня почувствовало просто! браво! все, мы чисто среди скал а завтра с утра будет красота нереальная? все, полетели, сейчас собираемся, выходим а это горная река, да, здесь? давай сразу бегу в теплоту не, на самом деле, по именно вайбу, что мы ничего не видим вокруг слышно только шум реки какой-то горной а завтра попадем и на одну смотровую, и на вторую, и на слияние и это займет немного времени, и вы увидите все а сейчас, ребята, вечеринка ребят, а сейчас самое уютное, ужин девочки начинают готовить мясо, ребята а парни просто ничего не платят что, вкусно получилось? просто сок вообще, из него аж брыжет просто ребят, у нас есть фантомная мечта поехать на выживание на пустыню Гоби это считается самая большая пустыня в Азии и еще мы хотим повторить шелковый путь полностью так как мы проезжаем сейчас всю северную часть шелкового пути это 500 километров с лишним я считаю, мы уже готовы к шелковому пути что здесь за штука такая, мы тоже такую хотим это проектор это проектор прикольно, а покажи размер проекта иди посмотреть сколько стоит он? 15 тысяч рублей вы приводите людей, где нет я связи и вы показываете им что хотите когда ты находишься вообще в другом уголке нашего шара земли на Алтае по центру с любимыми друзьями хочется просто нажать на паузу и чтобы это время никогда не заканчивалось итак, ребята, мы навели просто невероятный уют в этом прекрасном домике на колесах сделали кроватку там тоже мы сделали кроватку сейчас мы будем ложиться отдыхать утром best friends ребята, утром мы сейчас увидим вид мы сейчас сами выйдем вы ready? о, хорошо ебунь ух нюх чуваки, это реально топ это красота ни хрена, ребята вот это Алтай Рауля, это не утро в Москве как красиво ни хрена себе добрый день я буквально два дня назад восхищался Дагестан там мне рассказывали потрясающую историю про человека которому 70 лет который приехал с Алтая увидел дагестанские горы и заплакал я скажу, что будучи я сентиментальным человеком то я мог бы плакать каждые 30 минут кажется, что это прифотошоплено но нет когда я увидел что здесь и то, что видите вы я понял, что это место куда можно приехать и тут встречать свою старость мы сейчас сделаем яичницу с помидорчиками вместе с сисками горячий горячий мы возьмем завтрак на улицу где неприятная красота и мы будем сидеть и дать все виды хорошо сидим с утра завтрак там готовится это это катунь у нас катунь в Алтайских хатынах это хозяйка госпожа и жена это одно и то же слово исторически так сложилось, что у Алтайских племен госпожа основная система это все-таки матриархат ну как, вкусно? вкусно? а он точно нормально? укуси лицом итак, ребят, сейчас вы увидите то, что никто не видел вообще еще Диман, быстрее Дим а что ты не ешь зефир жареный? да подожди я не буду я не буду почему? да давай быстрее не мешайте мне работать давай ешь нет это зефир это вкуснятина это вкуснятина ешь давай да ешь да ешь да ешь да полностью да он думал, что я ему отраву какую-то привез что за человек ешь как тебе? вкусно? потрясающе здесь вкусно все в этом месте последний раз я завтракал с таким видом во сне я в жизни такого не испытывал я тоже ждала, когда он скажет никогда да это единственный момент, когда ты ешь, смотришь не в тарелку а вокруг типа и вот это мешает даже немного народ, надеюсь вам нравится этот атмосферный ролик хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы поставили уже под роликом Москва-Лодиосток, где мы ехали в плацкарте полмиллиона лайков, вы понимаете? и хочется, чтобы вы поставили новый рекорд абсолютно под любым видосом этот будет видос вы поставите 600 тысяч лайков или где мы ехали в домике на колесах Москва-Сочи неважно мы снимем реально частный самолет а кстати говоря, если вы хотите на таком команде путешествовать, вы будете за мной прикинь, абсолютно везде можно встать абсолютно и с кайфом он так как Габариус сидеть ну, каждый раз, когда ты первый раз встречаешься с людьми ты не знаешь, что за люди, как с ними общаться все люди разные с вашей компанией ну, здорово, да то бишь, ребята все открытые без геморроя, без Распальцова одно то, что девчонки и помогают, и делают все и убираются, и это здорово здорово, хорошая, слаженная команда давай, поехали, быстро поехали такая команда с музыкой они поют с гитарами оркестр рок-группа гонка по-другому и все предприятие охраняет ночной с ружьем стоит охранник вот другое слово зазор на смотровую пойдете на 5 минут сейчас ставим регион на смотровую красота какая а где мы находимся? смотри, они не смешиваются вот это я понимаю это чуя, да? а это катунь чего сделать? крутиться руки шире мы сказали крутиться, но мои блюда простые как бы сказали, сделаем сказали крутиться, и мы крутимся руки, руки в стороны, Саня нужны лепешки, чебуреки я вам расскажу легенду очень хорошую хорошую чебурек будет? давай не, все же будут чебуреки добери чебуреки всем я не знаю, что это такое ну ты ешь? да это десерт сказали это десерт? десерты надо по чуть-чуть вот так язычок макараши кушаешь все четыре чебурека ага сырного сколько? они все сытные? нет сырного отдельно домашний сыр я местная жительница алтаечка из племени Тулесов которое Телецкое озеро считается республика Алтай попуг земли три девицы которые считаются белухой и вот спрятано по легенде три сердечки здесь вот на этой белой горе белуха, кто не знает самая высокая гора болтаев болтаев вот с самой вершины горы смотрим с правой стороны конь его а рядом дед горный дух прямо нос курносный во рту чуть такой беловатый камень да чуть внизу борода и с правой стороны конь его да стоит да а вот острый белый камень этот считается жена и рядом с этой стороны летучий конь видимо видим а как ты все видишь я не могу понять он все видит а можно не скромный вопрос сколько примерно чебуреков в день продаете? в день по-разному как будет туристы а от и до бывает и нормально бывает и на тысячи на семьсот на восемьсот рублей всякое разное ну 100 чебуреков было? нет, вы что? нет двадцать было? было, не секрет двадцать было ну те кто сюда конечно приезжают а молодцы и спасибо большое за проявленный интерес к нашему региону а б то что ну все таки не все готовы что-то там терпеть какие-то неудобства чтобы попасть в определенные места в нашей стране плотность населения Алтая он по размерам как пол Европы а население здесь как в одном микрорайоне Москвы живет 230 тысяч на всю республику то есть плотность здесь меньше двух человек там 1,4 человека на квадратный километр взянул, не? что я сделал? ребят, и справа и слева куча баранов овечи и я предлагаю Вуна сейчас сыграть проигравщий че на ее лицо я не могу проигравщий оседлывает барана проигравщий должен оседлывать барана и выбор Veterans Эта реально опасная игра. Амбазонур кайфа на месте. Играем на барана. Пошло всем ***. У меня три карты. У меня три карты. Ребята, кто-то из них, но не я, сядет сегодня на баранов. С чего вдруг мы сейчас решили играть в Уно? Нам надо вопрос посмотреть на баранов. Мы начали играть в Уно, никто еще не прыгал, бараны свалили. Все видели барана и ели, но не катались. Так их нет! Найдем. Давай, давай, давай. Опять! Рауль, разворачивай Тарантас. Блядь, 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 блядь. Уно, уно. Уно. Уно, уно. Усина. Баран. Ребят, это лучше, полетели бараны искать. Они в акваде еще спускаются, пойдем. Погнали за баранами, надо подъехать к ним. Да, мы за баранами поехали. А что, кузов, да, сейчас откроется? А можно сесть в открытую часть? А есть место в кузове? Ну, на здоровье. А давайте Аня прямо скинется и сверху на барана. Быстро, ну, давай, иди сюда. Блин, да как круто, ребят. Я бы так на самом деле всю дорогу эту у них. Да, так вообще кайф. Ребят, как там повезло с погодой. Просто нереально. Прогласим. Мы с Раулем сейчас пересекаем мексиканскую границу. Аня, расскажу тебе, есть какая-то тактика? Выбрать самого маленького, чтобы он медленнее всех бегал. Аня, как обычно, самого слабого больного. Это как я. Это меня так же выбрало. Ребят, ребят, если вдруг Аня не прыгнет к кузнечику. А как легко тебе отпустить. Запрыгивай на кузнечика, Кабар. Давай. Прыгай на кузнечика, сломай правила. Ребят, если Аня не запрыгнет на барана, она мне сказала, что она обожает буллин. Вот, пошли, 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 лови. Так, это твой, Аня. Зай, только не беги, не упади. Что делать? Мне страшно наверх подниматься. Может, там их не выпрыжмем. Сказать, что за баранами. Я еще не бегала. Надо ничего не сказать. Я хочу дотронуться до одного. Она реально собирается продолжать бежать за баранами. Как она пробежала? Вот, смотри, слева стоит барашек. Ань, ты лучшая. Защита, Таня. Нет, мы почти дотронулась. Честно. Я почти дотронулась до его хвостика. Ребят, подпишитесь на Анютику телеграм, пожалуйста. Реально она молодец. Я чуть долгими словами. О, как бегать по камням. В розовую. Не надо. А она ледяная. Да? Да. Ребят, никто не видит. Все думают, что Аня неплохо бегала. Но Дима всегда был на два шага впереди. И я вам скажу то, что никто не знает и не увидит. Дима все это время сидел на баранах. Я считаю, что Аня с заданием справилась. В отличие от многих, никто не заметил одной мелочи. Что Аня, по факту, была на баране. А, рэм. А, ну да. В смысле? Ребят, рэм ты переводишь на баранах. Итак, ребят. Я все-таки оседлала этого барана. Потому что я очень старалась. Я так бежала за ними. Даже в гору. Но бараны быстрые. Видимо, я не такая быстрая. И в угах никогда не бегайте по горам. Потому что они не фиксируют ногу. И когда ты бежишь по камням, все эти камешки западают туда вовнутрь. Вот это наши девчонки. Красивучие. Такие все, как будто вы москвички. А пошла, побежала за бараном через горы. Да, мы стояли на фонтане. Где у нас колесо? О, 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 о. А, не х**, тут настолько прям. Знаете, такой противный боковой порез вообще. Вообще, да. А по что, б***ь? Ну, как будто бы это он. Как мог такой камень образоваться? Это же просто уничтожить эти шины. Это Артем сейчас пока меняет колесо. Мы идем до КамАЗа. В это время он как раз нас догонит. Ребята, как это будет? Готова, готовы? Зайчик. Вот это оригинально. Морковка. Большая. Давай. Давай, пусть она иди, пусть она. Давай. Давай. Я не хочу с ним играть. Потому что, б***ь, он какой-нибудь. Нет, слово диаметр. Нормально. Б***ь, да. Крук. Шарик. Гребля, гребля. Длинное весло. Все. Пес. Еда. Ложка. Ложка. Перец. Соль. Приправа. Курица. А, на свое. Губик. Губики. Порезу что-то. Ты делишь эту приправу? Слово. Слово. Делишь слово на... Курица. Приправа. Курица. Кур. Куриный. Кур. При. Приправа. Да. Приправа и кур. Все. Какая приправа? Куриная. А, для... Название, я бы все хотел назвать. Карина бланка магия. Куртка Пэйн. Что? Куртка Пэйн. Ну, название приправы, блядь, начинается на кур. Куркума. А, блядь. Куркума, хорошо. Страдания на его... Хотел заходить через свадьбу, понял там, кто кум, кто кума. Муха, омар, паразит, это жала, маленькая, спит, нос, кокос, 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 запомнили кокос, Личинка, червяк, рыбалка, плеска, плеска, приманка, прикормка, червяк, плеска, кукуруза, креветка, кокос, 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 кокос. Ребят, мы находимся в поселке Акташ сейчас Я поймал себя на прикольной мысли, что я за всю дорогу ни разу вообще не заходил в карту Я даже примерно не понимаю, где я сейчас нахожусь Я даже не знаю территориально, где примерно Гурналтайс находится Я так понимаю, это что-то типа правее Сибири Я предлагаю мясо брать Какое? Ну, давайте курицу, типа, если никто не хочет свинить, повторять Давайте берем грудку Я взял, что захотел Это шпроты, сыр Это такой вообще никогда не видел С трипс, из курицы Вот такие, посмотрите, вообще бомба какая-то Как я люблю природу, свежий воздух и вообще спорт Сегодня утром, жалко, ребята не успели снять Я после пробежки пришел Водицы? Водицы Холодные? Холодные Ну все, а потом я сделаю вид, что я сплю, и у меня будет Дальше вы уже видите Мы пришли в столовую, вкуснейшую по-любому Просто посмотрите Там и печеночка, и котлетки, и макрошки, и гречка Фашированные перси Котлетки Честно, я обожаю столовую С самого детства Мне мама никогда не разрешала кушать в таких местах Она говорила, что, типа, нельзя это делать Когда я выросла, вот когда я куда-то еду в путешествие или в поездке в какой-то Я обожаю заезжать в столовую и кушать вот такую вот классную домашнюю еду Сказать нечего, Демалька, если честно От голода мозги уже пропали Ты следишь за питанием Никитина? Конечно А, из Никитина? Да Нет Это моя телка А это моя гигантелла И мы счастливы Позадайте, сколько в вашем счет? Три девятьсот Три девятьсот, чтобы четыре тысячи, чтобы семь человек поело Друзья, мы этому месту за все наши поездки, да, получается, в Сочи Москва, Сочи, сейчас на Алтае, ставим 10 из 10 Самый главный показатель, это пустые далеки Тоже далеки? Да, пустые, все съедено Тоже вообще, он взлет, пропадает на себя Ребят, три ножки, кто ет вообще три ножки? Я заказываю и Габартика, ты что, б***ь, столько жрешь? Ну, во-первых, Чуйский тракт именно ценен тем, что за небольшой промежуток времени в масштабах дорог нашей страны За 500 километров можно увидеть разные и климатические зоны, и разные природные зоны Этим он и ценен И ценен тем, что цветами и разность высот гор От небольших высот, от 600 метров до 4000 скальных пород с ледниками, вековыми ледниками Ребят, кто проигрывает, тот купается в озере Куда? Куда? Да, да, да! Я не рад! Вышел! Здравствуй Куда? Куда? Ой-ой-ой! Б***ь! Нет, б***ь! А ты кидаешь теперь, а ты теперь кидаешь Б***ь! Она не кидает! Я кидаю! Нет, она забирает, а она кладет и все Держимся, хелимся, живем, б***ь! Получается, ухожу сейчас я Мне нужно сейчас зайти карту, потому что у меня кида Она кладет Да, то же самое Б***ь! Б***ь! Вот вышел! Ловулечки, Никиточки! Ребята, мы приехали на Гейзеровое озеро Это одно из самых красивых озер в мире Просто по центру тайги стоит супер-красивое озеро Чистейшей воды Сейчас посмотрим Правда ли это? Погнали, Кабар! А если тебя ноги сведет Ну, упаду и умру, кстати Ребят, я не могу Найдешь себя лучше Не найду Моложе Ребят, ребят, посмотрите Дилемма большая Купаться нельзя Ну, значит, у нас Смотрите, ребята, официально написано нельзя Означает, что берем следующее озеро по центру Ребят, сегодня первый раз на канале у Лёжи Столирова Никита выйдет сегодня в болотине Блин, смотри, как красиво Это Гейзеровое озеро, да, это оно Эта глина, короче, так рассасывается Из-за этого оно такое красивое Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Озеро это появилось где-то ориентировочно в 2003 году при землетрясении на Алтае Красивый цвет озера дает глина Небольшие гейзерки бьются Это вообще очень молодое Очень молодое Его случайно нашли, когда делали этот лэп Так, где самое глубокое место? Я думаю, что здесь достаточно Дай обратку ныряй А что, проиграл? Ребят, там мелочь еще бросают Можешь денег? Может денег надо собрать Сытая да страшно Не то, что переживаю, я просто не хочу этого делать максимально И без трусиков Нет, знаете, что? На мужика нужно проплыть под мостом Сейчас мы *** Там не проплыть Тогда все мужики участвуют в этом челлендже Да он застрянет там Хочу просто одну фигню Давайте, ребят, все Чебать, урод А ты думал, это ООНа жесткая А вот это жесткая в телеграм-канале Ссылка в описании Мне кажется, мы едем в какое-нибудь холодное место Где будет бассейн на улице Завтра у нас граница с Монголией Сегодня у нас банька Отдых Не, ну чуськи Просто после баньки Я до сих пор чувствую, что к губенчикам что-то подступает Баньку Ура, мы будем греться Вот она Ёмма Это самый топ, который только может быть Это идеально Идеально Сибирская такая Кольфовая А можно вопрос? А можно вопрос? У нас честное быстрое шоу или нет? Честное Ну короче, все недовольны Баней? А почему? А че не так? Не, поехали, если не нравится, поехали Нет, подожди, а что есть другая? Не, в смысле? Не, охрененная просто баня, ебать, охрененная Парелочка есть, здесь посидели Запах дерева Не, ну конечно, это ебать, не ваша там нахуй на Рублевке Но это классная баня Какая ваша на Рублевке? Не Леша? Это хуйная баня А тебе че-то нравится? Да не, ну если без шуток просто девчонки не рады, что некуда сесть И нет туалета Пусть мы болтаем Не, пусть я понимаю Половину того, что вы не видите в реальности, вот так происходит Я, блядь, там нереально, слышите? Никуда не зайдешь А вы думаете, я че? Махмат Махмат, включай Я, блядь, банапы Полетели Погнали Бусинка, давай, привыкает Давай, бусинка Смотри, зайдешь? Чти сот Зайдешь Сот, ребят Давай, закрывай, пусть закрывай Давай Ребят, вот это банька Чтобы было не так сухо, нужно подать именно воды Так, минус один нахуй И полетели Вот она пошла Стой, стой Стой, стой Стой, стой Дай устрою микроопарень Дай ведро Там оно не горячее еще Вот это банька, ребят Ебать Хорошо Если дым идет с тебя, это значит, что это вообще баня какая-то Типа Там прям сотка Наш последний ночлег осталось 50 километров до Монголии Мы не спешим, абсолютно не спешим, потому что сами понимаете трассу Чуйский тракт можно проехать за два дня, за один день, если очень спешить Но мы решили в этом ролике не спешить никуда, а показать всю эту красоту Алтая, я надеюсь, вам нравится эта атмосфера Бест Фрэнс Новые горизонты открывают перед собой, открывают новые регионы И мне кажется, что это очень круто, вот именно так показывает нашу сторону Рядом, мы с девочками готовим ужин наш незабываемый просто, который должен быть Мы все очень голодные Мы замариновали курочку, девчонки режут салат, огурчики, помидорчики Сейчас мы сделаем тостики, здесь все очень вкусно, будем кушать на природе А мальчики там уже разжигают костер и делают мангал Клэй, как думаешь, достаточно? Думаю, да Итак, ребята, наш ужин, посмотрите, насколько круто все сделали, вот наши хозяйки А что холодно? Ребят, все салатики Никита смотрел Лично? Реально? Ребят, я буду опять плакать, когда мы будем все расходить Ну блин, bad friends! Ребят, правда, очень сложные дни, потому что мы уже второй день в пути Первый раз мы в домике на колесах Так долго, смотрите, уставшие люди, вот они, вот они Минютик у нас просто с Санечком, я не знаю, эти девушки просто что-то страшно Я больше не снимаю зато А ты, Кабар? Я все, я говорю Ты все, уходишь из best friends? Можно просто выпустить меня? Я не могу Я должен тебя удержать в нашей группе Разве ты хочешь уйти из best friends? Я просто хочу тебя выйти Ты хочешь уйти из best friends? Что-то случилось, парень? Ничего не случилось Блин, вот просто постоянно эти съемочки, пересъемочки Я тебе говорю, что в какой-то момент люди тоже могут уставать Я пойду сейчас, легкая пробежка вокруг Камаза Восемь пробежек вокруг пробежек И потом Да нельзя матом ругаться 40 сжиманий, 54 подпрыгивания Да нельзя матом Спать 8 тысяч поседаний Итак, Кабар, как состояние? В конце вечера рекомендую всем горячий чай Шорт, очень крепко заваренный Потом Встреним 8 километров 8 километров в мелкой пробежке И где-то на седьмом километре Вы должны поставить лайк, понятно? Я убежал, ребят ЗОЖ Сейчас это что-то, мне кажется, мы можем вот так в четвером Ребят, ссылка на мой телеграм-канал в описании, не забывайте Там разыграем час 20 тысяч просто Так, а покажи вашу спальню, расскажи Давай-давай Давай-давай Ну, по классике Таджичка Сказали, что у нас здесь итальянский матрас, ортопедический Ребят, первую ночь я спал вот здесь Спокойной ночи Настюх Нютик Спокойной ночи Никтос Спокойной ночи, best friends Самый день Пока Пока Все, ребят, увидимся завтра, завтра новый день Ура! Ура! Вот это пушечка, ребят Слышь, ледники, смотри, мы до снега доехали Ты посмотри на эту красоту Офигеть, как красиво Я просто не понимаю, как это могло произойти Мы начали с теплого Ехали-ехали-ехали, горы, степи, лес А сейчас просто ледник Не верится, да? Красотища, ребят Все уже сказано, что ли, только восторгаться надо Ну ночью, мне кажется, было прям холодно Кош, Агатчинский район, 2 градуса Это самое красивое место, где я был, родной Без шуток Чуйский тракт, это какая-то фантастика Не перестаю удивляться нашим КАМАЗом Мало того, что у нас здесь действительно есть связь Потому что в КАМАЗе стоит усилитель связи Сейчас здесь LTE Хотя мы где-то в поле Посмотрите, какая спутниковая тарелка Такого реально в американском домике на колесах не было Потому что это русский КАМАЗ Реально, вот это топовая техника здесь Знаете, что хочется сказать? Мы уже третий день в этом путешествии Это самое длинное путешествие в домике на колесах До этого Москва-Сочи, мы гораздо быстрее доехали Это, наверное, самое красивое место, в котором я был Ну, чтобы постоянно была красота То есть глаза разбегаются Ты настолько вот насыщаешься этой красотой Что уже даже немного не то, что надоедает Ты думаешь, ну куда еще красивее Когда видишь вот такие ледники Думаешь, вот это я понимаю Чуйский тракт реально самая красивая дорога в мире Ну, собственно, вот я и позавтракал Всем спасибо Попью чайку Очень-очень-очень вкусно Посмотрите, какие здесь горы И так осталось 120 километров Мы ни разу не поругались Best friends держится У нас остался последний день Мы, правда, вместе 120 километров до границы с Монголией Где закончится наш этот фантастический маршрут Чуйский тракт Практически весь проехали Ну ничего, давайте ручка Последний день Давайте Раз, два, три Best friends Погнали! Реально, сейчас будет самая последняя красота Финишная, прямая Все называют это Чуйский тракт Она прямая-прямая Красивые животные Ну и Монголия Погнали! Ребят, 120 километров до границы с Монголией Санечек! А сколько часов рауль будем ехать? Два часа два Два часа будем ехать до границы с Монголией, Санечек! Два часа до границы Монголии Нашел на вход, прибыл на Марс На Марс, да? Там прям он как Марс выглядит, как вот и обещали Красный Шок-контент Первый человек на Марсе Алексей Столяров Best friends Го! Ребят, чтобы вы понимали 300 рублей стоит вход на Марс Илону Маску перечисляют Там нападем 300 рублей Где Габариус? Габар! Габар! Да У нас льготник один есть Вот он Студент Где-то арка Арка, если что, туалет на левой стороне На правой стороне, где прямо идете, шар стоит Там Марс написано Там Марс написано А там есть карта Мне кажется, что вот эти горы посыпали паприкой Вот так Мы так и не поняли В первой стороне Слушай, а тяжело, да? Высота, знаете, какая, ребят? Высота-то 1800 Габар, как думаешь, это настоящий? Луноход, как думаешь, Габар? Точно настоящий Точно? Что это такое вообще? Это луноход Он сейчас самарсовход Вообще он не левый, кстати Налевый, да? Не бит, не крашит Не бит, не крашит Ну, без пробега Не лжавый Надо брать Надо брать Ребят, Best Friends выбирают самый сложный путь Да Габар, давай Ура, самый сложный путь Давай, брат Так жарко, да? Слушай, Непал, да? А че только у меня Да Так же было Ребят, почему они кресить? Best Friends! Best Friends! Best Friends! Все, ребята, официально Первые Best Friends на Марсе Раз Марик Два Три Best Friends! Кайф И так, друзья Очередной раунд Вунопыл проиграл Настюрик И у Настюрика здесь Стакан сока Стакан медовухи Настя 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 С залпом С залпом С залпом Давай, давай Давай, Настя Тепло в рот не попало Все заново Давай залпом Не прекращай Не останавливайся Не останавливайся Маленькими болями Настя Настя У тебя очень спортивное лицо Давай Вошла 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 Доливай на Уна Это жесткая тема Пошло Вроде Хорошо идет Все Хорошо Давай Болеем Болеем за Настюрика Настя НАСТЯ Всасывай ее Опа Почти Настя Эта Настя Нет Настя Дарево Я понимаю что ты хочешь Репит всю бутылку медовухи Хрепит Ты не одна здесь Настя Настя, не останавливайся, ты очень хочешь пить, ты вышла из пустыни Увеличивай градус, градус увеличивайся Не, блядь, это пи***а Доливай, блядь Не комите, блядь, я уже не допью Ну ладно, давай, давай, допивай-ка, давай Ладно, допей-то и всё Нормально идёт, Настя? Ты еб***нули Командное решение, зачёт или не зачёт? Зачёт Зачёт На что играешь? На ещё одну На ещё одну О***** Я все целы, все живы Даже удивительно Что, всё? Прям колючка уже Колючка? Всё, ребятки Всё на границе Посмотри на него Давай, иди сюда, ну, Никитос Ребят, это был очередной эксперимент с нашей командой Мы уже делали трассу Москва-Сочи Сейчас мы сделали одну из самых Самую, мы считаем, по нашему мнению Красивую трассу Чуйский тракт Доехали от Горно-Алтайска до границы с Монголией Ребята, мы лучше... Горно-Алтайска как? Аташ, это называется в переводе последнее дерево, правильно? Птичье дерево Последнее птичье дерево Только здесь могут уже птицы посидеть, дальше всё, да? Огромное спасибо Раулю и Артёму, ребята Ну, что вот этот КамАЗ был с нами Лучший дом Никитосу, Бестфрендсу, аплодисменты Легенда! Анастасия, пожалуйста, аплодисменты Габару Это я! Ютику! Ребят, мне спасибо за то, что мы это, конечно, сделали Ну, а человек, который всё это снял, это Тимарик Ребята, поаплодируем! Это был Бестфрендс, ребят, дальше больше Пишите в чё, что угодно, мы туда обязательно поедем А на вопрос, как мы будем добираться назад Сейчас всё загружаемся обратно в КамАЗ и едем 10 часов назад Подписывайтесь на все социальные сети Слышь мне в очко? Стоп, стоп! Всё, ребят, мы поехали, это реально было круто Мы обнимаем вас, целуем Правда, вот эту всю красоту, ну, круче про Алтай, как обычно никто не снимал Поэтому лайк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова